Танковые и мотострелковые дивизии вермахта Мужество и решимость отстоять столицу красноармейцам не занимать Не хватает огневой мощи, чтобы сдержать наседающего противника В конце октября 1941 года на военном аэродроме города Ковров Расположенного за сотни километров от линии фронта Приземлился самолет Из него вышли несколько офицеров высшего командного состава Сели в поджидавшие их машины и кортеж понесся к оружейному заводу До сих пор история скрывает личность таинственного гостя А вот кому он приезжал, гадать не приходилось Это Василий Алексеевич Дегтярев Начальник ПКБ Государственного союзного завода номер 2 И на то время, вероятно, главный оружейник страны Советов Итогом этого загадочного визита стало то, что как раз перед началом битвы за Москву В руках у красноармейцев оказалось столь необходимое противотанковое ружье Конструкции Дегтярева А еще были отменены 150 обязательных проверочных выстрелов для ручного пулемета Его же изобретения ДП-27 Оружие настолько хорошо себя зарекомендовало в бою Что ему оставили всего 5 тестовых патронов 2 выстрела на проверку автоматики И 3 для корректировки, если потребуется, точности боя Об этом удивительном пулемете и его талантливом создателе наш рассказ Опыт войн начала 20 века наглядно показал, что тактика и стратегия Введение боевых действий пехоты стремительно меняется На первый план выходит ее маневренность, военно-техническое оснащение Способность бойцов ввести плотный прицельный огонь Плотность огня, в свою очередь, зависела от скорострельности и надежности оружия Главный вопрос в системе вооружения пехоты Который оставила Первая мировая война Это был вопрос именно ручного пулемета Новая тактика пехоты держалась прежде всего на опоре на пулеметный огонь В марте 1921 года состоялся 10-й съезд РКПБ Советские учебники истории отмечают два главных решения, принятых на съезде Отмена политики военного коммунизма и переход к НЭПу А также замена продразверстки продналогом Было еще одно событие, о котором историки говорят не столь охотно На этой фотографии изображены делегаты съезда, вызвавшиеся добровольно отправиться в Кронштадт Для подавления вспыхнувшего там мятежа Воевать большевики были готовы всегда Между тем, среди множества вопросов, рассматриваемых на съезде Широко обсуждалась и проблема военного строительства в Советской Республике Красная Армия, закончив Гражданскую войну, имела на вооружение ограниченное количество оружия старых образцов Созданных еще до Первой мировой войны Когда в 1924-м по новым штатам РКК в каждый стрелковый взвод вели пулеметное отделение Его из-за нехватки ручных пулеметов пришлось вооружать одним ручным и одним станковым пулеметами Причем имевшиеся французские пулеметы Шоша и более удачные английские Льюис К середине 20-х годов были сильно изношены, не имели запасных частей, да и принадлежали к конструктивно устаревшим системам Главной ударной силой пехоты оставались трехлинейка Мосина и станковый пулемет Максим При всех своих несомненных достоинствах, прежде всего простота и надежность конструкции Пулемет системы Максима обладал и рядом изъянов Он был достаточно высок, а посему легко заметен для солдат противника И, конечно, главным недостатком оставался вес оружия – более 70 килограммов Таскать за собой такую тяжесть под огнем противника – дело нелегкое, да и смертельно опасное Так что реалии диктовали насущную необходимость разработки нового отечественного ручного пулемета Требовались не только станковые пулеметы с их мощностью, с их большой дальностью прицельной стрельбы С их возможностью ведения интенсивного огня, но и легкие пулеметы, вокруг которых могли бы При поддержке которых, вместе с которыми могли бы действовать небольшие подразделения пехоты Вплоть до отделения или звена Таковыми, конечно, должны были стать ручные пулеметы Одним из тех, кто первым включился в работу, стал знаменитый конструктор-оружейник Василий Алексеевич Дегтярев Дегтярев Василий Алексеевич родился в 1880 году в городе Тула в семье потомственных оружейников После окончания приходского училища в 11 лет пошел работать на Тульский оружейный завод В 1901 году Василия Дегтярева призвали в армию Он попал в опытную оружейную мастерскую при офицерской школе в Варане-Энбауме Служба в мастерской давала возможность ознакомиться с устройством новейших зарубежных образцов оружия После окончания военной службы Дегтярев становится вольно-наемным работником Сестрорецкого оружейного завода Здесь состоялась встреча, предопределившая дальнейшую судьбу будущего знаменитого конструктора Дегтярев познакомился с талантливым оружейным инженером Владимиром Федоровым В 1918 году по приглашению своего друга и учителя Владимира Федорова Дегтярев приезжает в город Ковров, на строящийся здесь оружейный завод Он назначен начальником мастерской проектно-конструкторского бюро А позже становится во главе его Именно здесь Василий Дегтярев создал свои знаменитые образцы оружия В том числе и легендарный пулемет ДП-27 А также многочисленные его модификации В 1940 году ему было присвоено звание Героя социалистического труда Знаменитый советский конструктор Генерал-майор инженерно-артиллерийской службы Василий Алексеевич Дегтярев Скончался в январе 1949 года За выдающиеся заслуги в конструировании оружия Посмертно ему была присуждена Сталинская премия Разработку собственного образца ручного пулемета Дегтярев начал в конце 1923 года Взяв за основу наработки, полученные им при создании автоматического карабина А было это еще в 15-м году Он применил их и при конструировании нового пулемета Автоматика пулемета имела газовый двигатель с расположением газовой камеры под стволом И длинным ходом газового поршня Количество пороховых газов, отводимых за поршень Регулировалось с помощью патрубкового регулятора с двумя газоотводными отверстиями Запирание ствола производилось с помощью двух боевых упоров Шарнирно укрепленных по бокам затвора И разводимых в стороны уширенной задней части ударника Ведущим звеном автоматики служила затворная рама Соединявшая все части подвижной системы Дегтярев нашел достаточно остроумный способ облегчить пулемет Фактически ствольная коробка пулемета не имеет дна Дном служит сама затворная рама Подвижная затворная рама Плоская затворная рама, служившая к тому же нижней крышкой ствольной коробки Компактное размещение затворного узла Обеспечили существенное уменьшение размеров и массы всего пулемета Поражает простота и элегантность решения, найденного конструктором Но именно за счет этой простоты значительно повысилась живучесть механизмов Дисковый магазин позволял достаточно легко Как казалось, достаточно просто решить вопрос Сочетания легко переносимых магазинов и большой емкости магазина Правда, если дисковый магазин Федорова-Дегтярева вмещал 50 патронов То в магазине Дегтярева в связи с переходом на патрон, на наш трехлинейный патрон Пришлось уменьшить емкость сначала до 49, потом до 47 патронов Тем не менее, достаточно большая емкость На испытаниях опытного образца было сделано 70 тысяч выстрелов при норме 10 тысяч Пулемет сработал практически без задержек Но все это будет позже, а до этого 22 июля 1924 года Дегтярев представил свой первый образец пулемета С дисковым магазином на суд специально созданной комиссии Члены комиссии отметили выдающуюся оригинальность идеи Безотказность работы, скорострельность и значительную простоту В обращении системы товарища Дегтярева 6 октября пулемет принял участие в испытаниях на стрельбище школы выстрелов Кускова И провалил их Сделанный из некачественного металла боек сломался в самый неподходящий момент Комиссия под председательством Буденного признала победителем образец системы Максима Токарева По сути, это была переделка в ручной пулемет с танкового Максима Получивший обозначение МТ, этот пулемет был достаточно громоздким Без патрона весил почти 13 килограммов К тому же у него была ненадежная подача патронной ленты Свой следующий образец Дегтярев представил лишь осенью 1926 года Опять разочарование В нем тоже были выявлены недостатки Слабость выбрасывателей и ударников Чувствительность системы к запылению Наконец, в январе 1927 года Комиссии арткома артиллерийского управления РКК Два доработанных экземпляра пулемета Дегтярева Дегтярева были признаны выдержавшими испытания А через полгода произошло знаковое событие Было решено провести сравнительные испытания Усовершенствованного образца пулемета Максима Токарева Германского легкого пулемета Дрейзе И пулемета конструкции Дегтярева Надо помнить, что в 20-е годы у нас Развернулось достаточно широкое военно-техническое сотрудничество Свеймарской Германии И пулемет Дрейза вызывал в Советском Союзе довольно широкий интерес Тем не менее, система Дегтярева показала определенные преимущества Перед пулеметом Дрейза, что было зафиксировано В решении соответствующей комиссии Вот что писал по окончании этого своеобразного конкурса Наркому по военным и морским делам Клименту Ворошилову Его заместитель Сергей Каменев Сравнение дало следующие результаты На первом месте, несомненно, наш пулемет Дегтярева На втором – Дрейза И на третьем – Максима Токарева Пулемет Дрейза нам был интересен Когда мы не имели еще легких пулеметов своего производства Теперь наш пулемет Дегтярева во многом лучше Дрейза Надо сказать, что о пулемете достаточно быстро узнали за рубежом Я в то время такие новости достаточно быстро распространялась Большой секретности из таких работ не делалось Соблюдались определенные новыми секретностями Но все-таки узнали достаточно быстро Достаточно быстро оценили И даже Дегтярев получил Так, неофициально, как бы, прозвище русского браулинга Но, учитывая, какой авторитет к тому времени имел Джон Мозес Браулинг за рубежом Можно понять, насколько было оценено новое оружие Отмечая высокую живучесть механизмов пулемета Его отличные огневые характеристики Простоту конструкции и тот факт, что на его производство уходило почти в два раза меньше времени По сравнению с иностранными аналогами Было решено принять пулемет Дегтярева на вооружение Красной Армии Он получил название ДП-27 Дегтярев – пехотный, образца 1927 года Ручной пулемет Дегтярева ДП Калибр 7,62х54Р Масса – 8,5 килограммов Длина пулемета с пламя-гасителем – 1230 миллиметров Емкость дискового магазина – 47 патронов Масса магазина – 2,7 килограмма Начальная скорость полета пули образца 1908 года – 840 метров в секунду Прицельная дальность – полторы тысячи метров Темп стрельбы – около 600 выстрелов в минуту Практическая скорострельность – около 80 выстрелов в минуту Посмотрим, как же он стреляет При нажатии на спусковой крючок спусковой рычаг, опускаясь, освобождает затворную раму Затворная рама под воздействием сжатой возвратно-боевой пружины начинает двигаться вперед Утолщение на задней части ударника, воздействуя на боевые упоры, толкает затвор вперед При этом разводя упоры в стороны Одновременно затвор, двигаясь вперед, досылает в ствол очередной патрон из магазина Ударник ударяет капсуль патрона – выстрел После выстрела пороховые газы, воздействуя на газовый поршень, толкает его назад Канал ствола отпирается Затвор начинает свое движение назад вместе с затворной рамой Одновременно из патронника извлекается стреляная гильза Процесс завершен Пулемет готов к новому выстрелу Вспомним темп стрельбы 600 выстрелов в минуту Именно столько раз за такой короткий промежуток времени Все механизмы оружия входят во взаимодействие Мы уже говорили о простоте устройства ДП-27 Производство ДП требовало в два раза меньше лекальных обмеров и переходов, чем на револьвер Общее количество технологических операций оказалось в четыре раза меньше, чем для Максима И в три раза меньше, чем для пулемета МТ А когда для изготовления стволов пулемета был применен процесс дарнирования Время на его производство еще больше сократилось Суть дарнирования заключается в продавливании через канал ствола специальной заготовки Дорн с фигурными выступами, соответствовавшими числу, размерам и наклону нарезов Давно подмечено, чем меньше деталей в механизме, тем он надежнее В Дегтяреве пехотном 47 деталей Причем лишь малая их часть при изготовлении подлежала ручной доводке Что значительно ускоряло процесс его сборки Правда, некоторые специалисты утверждают, что в Дегтяреве не 47 деталей, а 68 У нас есть возможность это проверить Отделить затыльник с прикладом Придерживая пулемет за шейку приклада, вывинтить чеку затыльника и вынуть ее Поддерживая ствольную коробку впереди спусковой скобы, ударить по прикладу сверху Чтобы отделить затыльник и снять его вместе с прикладом Отводя последний вниз Снять сошку Поддерживая кожух, освободить барашек и скинуть винт хомута Откинуть верхнее полукольцо хомута, а затем снять сошку Отделить затворную раму вместе с газовым поршнем и затвором Разобрать затвор, вытянув ударник и отделив боевые упоры Далее следует разобрать затворную раму и газовый поршень Поставив раму отвесно и сжав возвратно-боевую пружину вниз по стержню Свинтить головку газового поршня с помощью ключа Б. Снять возвратно-боевую пружину Снять опорную муфту Полигонные войсковые испытания пулемета продолжались весь 28-й год Было рекомендовано ввести пламя-гаситель для уменьшения демаскирующего и ослепляющего действия дульного пламени в темное время суток Съемный магазин решили снаряжать 47 патронами, хотя он был рассчитан на 49 Произошло это из-за слабости магазинной пружины Ее упругости не хватало для выталкивания последних патронов Так в графе емкость магазина появилась цифра 47 Вообще к магазину ДП-27 предъявлялось много претензий Диск, конечно, оказался достаточно остроумным и надежно работающим решением Но, во-первых, для его переноски требовались специальные сумки, ну сумки-контейнеры Они всем хорошо знакомы, даже если люди никогда не видели оружие в жизни Они могут посмотреть фильм «Два бойца», где достаточно неплохо показано действие расчета пулемета ДП Во-вторых, в диске достаточно быстро ослабевала его улиткообразная спиральная пружина Из-за этого обычно диск не доснаряжали патронами Диск был не так прост в снаряжении Ну хотя, собственно, и, скажем, пулеметная лента «Максима» тоже снаряжалась не очень-то просто Еще одна проблема была связана с быстрой осадкой возвратной боевой пружины Она располагалась под стволом и довольно близко к нему При интенсивном введении огня ствол сильно нагревался и, в свою очередь, нагревал пружину Еще одним неудобным моментом была замена ствола Дело в том, что пулемет, хоть и ручной пулемет ведет огонь не такими длинными очередями, как с танковой Но все равно перегрев ствола происходит И для того, чтобы обеспечить необходимую интенсивность огня в боевых условиях Оптимальным является все-таки сменный ствол Либо надо применять довольно громоздкую систему охлаждения Либо надо делать ствол сменным Вот в большинстве ручных пулеметов 20-30-х годов, в том числе и в ДП Был принят сменный ствол Но ствол не имел специальной рукоятки Поэтому замена ствола требовала, в общем-то, определенной сноровки и опыта Несмотря на недочеты в войсках, ручной пулемет ДП-27 сразу же получил высокую оценку И вскоре стал основным видом автоматического оружия стрелковых подразделений Но не только в них Обратите внимание на эту любопытную конструкцию С ее помощью Дегтярев пехотный устанавливался на мотоцикл Например, на М-72 Простая поворотная рама шарнирно крепилась на коляске мотоцикла Такой крепеж позволял вести даже зенитную стрельбу А в 1929 году появился дегтярь танковый Учитывая ограниченность пространства в кабине танка Деревянный приклад был заменен на выдвижной металлический Вместо громоздкого однорядного магазина Стал использоваться более компактный трехрядный Он вмещал 63 патрона Всего же боекомплект насчитывал до 25 магазинов В зависимости от типа бронемашины Который ради экономии места упаковывался в специальные стеллажи Стрелянные гильзы собирались в парусиновые гильзы улавливателя ДТ устанавливался на танках при помощи специальной шаровой установки Разработанной конструктором Георгием Шпагиным Эта установка обеспечивала свободное и быстрое наведение пулемета на цель В горизонтальной и вертикальной плоскостях Надежную фиксацию его в любом положении Кроме того, массивные детали шаровой установки Хорошо защищали стрелка в бою от пуль и осколков снарядов Если же экипажу танка по какой-либо причине приходилось оставлять машину ДТ-29 легко вынимался из шаровой установки и превращался в ручной пулемет В конце 20-х годов пулемет Дегтярева в буквальном смысле поднялся в небо Еще в 1925 году конструктор начал переработку своего ДП в авиационную С нового пулемета был снят кожух, защищавший руки пехотинца от ожогов при переноске Теперь он был просто не нужен Как и в ДТ-29, в ДА, Дегтярев авиационный, однорядный дисковый магазин был заменен трехрядным меньшего диаметра Бой на больших скоростях требовал повышения скорострельности оружия Наиболее просто эта задача могла быть решена соединением нескольких пулеметов на одной общей установке В 1930 году спаренный пулемет системы Дегтярева под названием ДА-2 поступил на вооружение Пулемету ДА-2, хотя он и имел большую скорострельность, были присущи все недостатки спаренных установок Громоздкость и неудобство в действии, что особенно чувствительно в авиационном оружии Невысок был и темп стрельбы Пулеметы семейства Дегтярева ДП-27, ДТ-29, ДА и ДА-2 стали неотъемлемой частью вооружения Красной Армии Непосредственно на основе пулемета ДП были созданы танковый и авиационный пулемет Они отличались магазинами, органами управления, наличием или отсутствием неавтоматического предохранителя Скажем, ДП-27 года, он не имел неавтоматического предохранителя Был только автоматический предохранитель, который блокировал спусковой крючок А пулемет ДТ танковый получил флажковый предохранитель К началу войны в РКК числилось свыше 170 тысяч ручных пулеметов Это был один из видов вооружения, которым соединения западных военных округов были обеспечены даже сверхштат Боевое применение ДП выявило необходимость внесения ряда конструктивных поправок Направленных на повышение надежности и управляемости оружия В октябре 1944 года на вооружение советской армии был принят ДПМ Дегтярев пехотный модернизированный В ДПМ изменения прежде всего коснулись возвратно-боевой пружины Ее перенесли из-под ствола в тыльную часть ствольной коробки Были также изменены затворная рама с поршнем и выбрасыватель Упрощен приклад, добавлена пистолетная рукоятка, автоматический предохранитель заменен флажковым Усиленные складные сошки сделали неотъемными, съемные нередко терялись Заслужил пулемет Дегтярева признание и у врага Солдаты вермахта использовали трофейные ДП как оружие ограниченного стандарта В финских источниках указывается, что за время Зимней войны Финская армия захватила более 3000 пулеметов ДП и около 150 ДТ-29 Пулеметы финнам так понравились, что они свернули производство собственных пулеметов И переключились на выпуск магазинов и запчастей для пулеметов Дегтярева Пулемет получил у финнов прозвище «Эмма» В общем, для грозного оружия женское прозвище не такой частый случай Но предполагается, что примером тому был соответствующий фокстрот популярный в то время А диск пулемета ДП напоминал патефонную пластинку Вот такая существует версия появления этого прозвища За годы Второй мировой войны ручной пулемет Дегтярева по массовости прочно занял третье место Уступая лишь винтовке системы Мосина и ППШ-41 В 1946 на основе ДПМ был разработан новый ручной пулемет, получивший наименование РП-46 Дисковый магазин был заменен на ленточное питание, что значительно повысило скорострельность Были произведены и другие изменения Но это уже другая история и о другом оружии Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова